Что это такое? Величайший, величайший Вы не можете себе представить, кто сегодня с нами Сегодня с нами самый величайший человек на свете Юля Аврора Огородник Ресторанный критик, гастрожурналист Энтузиаст Энтузиаст, величайший человек Спасибо, что ты пришла К сожалению, ты попалась Я уже вижу, здесь есть что-то, что может напугать не только простых людей, но даже и меня Сегодня мы будем пробовать с тобой величайшие части тунца Тунца Ааа, ты уже угадала Мне кажется, да Это тунец с синепёры Это огромный, 120-килограммовый тунец А вот эти части Это все части из головы тунца Это же синепёры приплыл к нам из Средиземного моря Он плавал, он поехал в отпуск, скорее всего, на Грецию или в Турцию Купил неплохой пакет-тур Да, он очень плохой, поскольку потом Он очутился у нас, да? Ну да, я бы, я бы, сел бы все в сыром виде Я за Это же головные ребра тунца, да? Это ребра из головы Совершенно правильно Правда Юля, ты вообще гениальный человек Давай их зажарим в Коспере Отлично, отлично А все остальное сырое Давай, давай А ты знаешь, что это некое ребра, которые внутри головы тунца А где они? Покажи на себя Это Это За жабрами? Это здесь Да, за жабрами Считается уже ребра, да? Хотя это жабра С чего начнём? Есть одна часть, которая Единственная Часть, которая не из головы А откуда? Из брюшка, наверное Не знаю, сейчас спросим Да, да Вот это Она такая жирненькая Угадала Мне нравится смотреть Она очень похожа на самое лучшее сало Поверни вот так боком А, другим боком Вот О-о-о-о Это же как будто бы под черёвина Мне кажется, это всё Самое вкусное Самое вкусное Где что? Омега 3, наверное Омега 6 Омега 9 Конфлюдации И Альфа И Альфа Это называется Анелло Извентреска Записывайте Это кольцо Извентреска То есть живот Кольцо Всевластия Как в этом самом Да, Властелин колец Единственное Это надо есть без фанатизма Извини В смысле немножко? Потому что это лекарство. Иначе я не смогу съесть ничего другого? Можно съесть только это чуть-чуть. Да. От этого можно понять, мальчик или девушка. И кто это? Что ты понял? У него два, поэтому непонятно. Смотри, я хотел приготовить соус. Давай. Но я хотел с тобой приготовить соус. А потом подумал, давай-ка я еще и заранее подготовлю. Здесь соевый соус. Люблю соевый соус. И все. Мы придумали соевый соус, мы гениальные люди. Нет-нет-нет, тут что-то есть еще. Еще есть несколько секретных ингредиентов. Типа, например, кунжутное масло. Люблю кунжутное масло больше всего. Имбирь, лук, кинза. О, это мой любимый соус. Все, нормально. Посмотрите, какая красота. Просто я бы ела такое руками. Никакие крухи, мухи. А? Ну как? Ну как? Слушай, так и такие, я тоже попробую. А то я смотрю, завидую. Насыщенный, очень жирный вкус великолепной рыбы. Все включено. Ну что, второй с соусом. Просто очень такое сложное, долгое, крайне приятное послевкусие. Это, конечно, удивительно, когда я пробую такое впервые. Это серьезное переживание. Ну-ну-ну. Я голосую за без соуса. Подожди, а вот это? А вот это? А это твой. Нет, нет, твой, значит, твой. Тогда вот кого. Ага! Ничего себе! Ничего себе! Так, стасоны. Я тебя умоляю, попробую. Стасоны сейчас скажут. Ничего себе! Ничего себе! О-о-о! Похоже, правда, да, на гриль. Как будто мы в грузинском ресторане или в армянском. О-о-о, вкусно! И у нас такое филе-филе зажарили. Это ребра, это ребра, но из головы. Да! Ребра из головы. Это... А это можно грызть эти ребра? Конечно! Пахнет говядиной! Пахнет мясом, зажаренным на углях. Давай, давай сидим! Ребра из головы. Ребра из головы, вот так, руками. Это великолепно, что нужно отдаваться таким первобытным инстинктам и есть ребра. Как это делали? Как ты думаешь, первобытные люди могли забороть тунца? Ну, вот такие какие-то древние греки. Древние греки, конечно, могли. Забудь о них, а просто давай есть! нафиг древних греков. Зачем нам древний грех? Слава Богу, что они не съели всяких тунцов, правда? Ну что, что ты... Что, 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 что? Это быть щека, это будет горло. Горло? Это что это? Это величайший кусочек. Похоже, похоже на вырезку. Абсолютно мясной такой кусок. Это головная вырезка. Это головная вырезка. Это один из двух вырезки головного тунца. 120 килограмм тунец и всего лишь две маленькие такие. Юлия Роа, прошу, попробуй. Макать? Макать. 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 Аукать. Полный макать. Маказы. Я счастливейшая женщина. Тоже очень характерный вкус. Но вот жир дает такое какое-то необычное ощущение. Потому что тунец в целом в том виде, в котором мы принято есть из туши, мы обычно получаем довольно постные куски. Но самое ценное, это именно, конечно, жир и все, что пронизано жиром. За это мы ценим и говядину, да, премиальных сортов, когда она вся пронизана жиром. И то же самое получаем в этом конце. Смотри, смотри. Он смотрит, ты тоже смотри. В ответ смотри. В конце. Смотри, смотри. Это маленький глазочек. Я пока не готова. Смотри, это немножко страшно смотреть. Немножко страшно. Так что, если страшно не смотреть. Тут еще столько людей. Сделаем маленькое длинчайло. Жидкость можно сесть в сыром виде. А мы его добавляем в наш соус. Сейчас кто-то упадет в обморок по ту сторону экрана и на этом конец. А это что, хрусталик? Да. Это все, что я могу сделать. Подержать это в руке. Все. Можно съесть. Перерыв. Я не ела глаз и пока я к нему не готова. Мне кажется, любой гастроэксперт доходит в какой-то момент до упираться головой в потолок. Вот мой потолок, наверное, это тунцовый глаз, который выглядит вот таким вот прекрасным образом. Но я не остановлюсь. Когда-нибудь я съем его. Налей мне, пожалуйста. Давай съедим вот этот мощнейший кусочек. Это горло? Это горло, правильно. Да, да, да. Ну что, пробуем? Пробуем, попробуем. Я сделала себе свой соус. Тебе возвращаю твой прекрасный. Опять этот пастунца меня преследует. Смотри, какой вкус. Возьми вот этот. Можно рукой. Конечно. Вот это самое вкусное. Это великолепно. Мне нечем сравнить. А что есть жирнее жирного мяса? Что есть? Жир. Правильно. Я хочу, чтобы ты пробовала. Это он мне мстит за глаз. Это старое украинское блюдо. Называется сало. Давай я сделаю самое величайшее, вкусное, самое сложное. В столице одной страны, где мы встретились в ресторане. Мне сказали, это величайший марк. Он так готовит. И он мне сразу просто говорит, сейчас я сделаю тебе сало. Я говорю, ты с ума сошел? Я из Украины приехала. Я тебе могу рассказать все о сале. Но оказалось, что все не так уж и просто. Ну что, попробуем? Ну да. Я со своим соусом. Хорошо. У каждого есть свое соус. У каждого есть свое соус. Это кусочки немного... Немножко... Глаза. 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 Все-таки попадает. Да, да. Он как... The Big Brother. The Big Brother is watching you. То же самое. А? На этом можно было бы сделать целый большой бизнес. Да. Оно же самое полезное. Правда? Очень. А ты знаешь, что вообще, где самые величайшие мастера на свете сидят? Сидят прямо так сидят. В Украине. Нет, я имею в виду по Тунцу. А, я думала по Салу. По Салу в Украине? По Салу в Украине. А по Тунцу знаешь где? Ну, в Португалии? Нет. В Испании? Нет. В Италии? Да, ну... Где именно? В Сардинии. Почти. Сифилия. Там самый важный рынок для Тунцов в мире. Утром, приплывая корабли, судни, вот эти Тунцы драгоценные, и там стоят ряд японских брокеров, которые выбирают Тунец. И улетают с ними, да? И улетают прямо до Токио. И вот так. Самые вкусные части остаются всегда у мельков. Оставляя себе... Печень. Печень. Патрахи. Патрахи. Да, печень. Патрахи и голова. Это самое вкусное. Никто не знает. Все выбрасывают. Будем есть печень, да? Печень из головы. Все правильно. Все правильно. Это... Но это же не печень, да? Технически. Это не печень. Это просто называется так фигатино. Потому что оно красное похоже. Да, да. Это отдел мозга. Это комок крови в голове. Но это правда выглядит как печень. В голове. Да, да, да. Очень-очень похоже. Вкус крови. Как у настоящей печени. Это очень вкус. Слава Богу, это не вкус глаза. Интересно, можно с этим делать кровянку? О, это легко. С гречкой, с гречкой. Как мы любим. Единственное, учитывая, что на 120-килограммовый тунец был такой кусочек. Это не очень будет. Будет немножко редкий и, боюсь, дороговато. Ты знаешь, очень дорогая кровяночка. Мне даже стыдно тебе приложить. Дай ее с клубникой. О, с клубнерос. Отлично. А вот и щека. Она такая. Видно, что у нее совершенно другая структура. И сицилийская соль, и сицилийская клубника. Что у тебя связано с сицилией? Что там у тебя было? Марко уже рассказывает. Он давит ее, как чесночелло. Чесночелло. Лучший звук в этой вселенной. Отлично. Соль, сейчас, сейчас. И сразу, и с солью, и с клубникой. Ладно? Какое-то эгейское масло. Это будет одним из лучших вкусовых сочетаний в моей жизни. Я так ожидаю. Ну, все. На этом все, пожалуй. Нас ждут еще устрицы с клубникой и множество. Множество прекрасных моментов. Спасибо, Марко. Спасибо. Это невероятно. Спасибо тебе, Юля Аврора. Ура. Всем пока. Если бы не ты, я об этом бы не узнала. Вы можете узнать об этом, мне кажется, на влоге у Марко в YouTube, на его странице. И самое главное, он все время в Украине. Вы можете прийти, потрогать его за эту руку. Конечно. Из-за этого тоже. У него прямо на руку. Обе руки. Записаться на мой канал. Напишите в комментарии, что вы хотели, что мы пробовали. Хотите в гостях? Приходите, напишите. Хочу у вас в гостях. Обязательно попробуйте Глаз Тунца. Да. Спасибо. Б orни Розов. Глаз Тунц. Розов. Розов.